Эта история началась с того, что парень из Казахстана купил древнюю Ниву 1982 года, которая была не на ходу. Как и у всех Нив днище с правой стороны почти сгнило, лонжероны в местах где стоят амортизаторы тоже оставляют желать лучшего, что касается арок, порогов все очень хорошо. Разбирая ходовую увидел немало сюрпризов, например разные пружины, сточенный в нуль тормозной диск, доработка натяжителя цепи, и на суппортах вместо пружин стояли резинки. Разобрал двигатель, еще сюрприз. На цилиндрах коррозия и риски. Раздолбанный поддон, но новые поршни и распредвал с клапанами. Решил его не восстанавливать, а купить другой с пробегом 100 тысяч километров и уже его довести до ума. Пришлось поменять поршни, кольца, пальцы, вкладыши, шкив ну и так по мелочи прокладки, сальники, подшипник коленвала. Один клапан оказался сгоревшим пришлось заменить. Также прошорошили седла, притерли клапана, шлифанули головку. Между делом купил с рук колеса на 18-х дисках. Лонжероны подлатали, приварили домики под амортизаторы. Загрунтовал, покрыл антигравием и подкрасил. Также покрасил моторный отсек. Установил переднюю балку, рычаги с новыми сейленд-блоками. Расширили арки под широкие колеса. Приварили порог, который состоит из трех профилей. Сделали переходы с арок на пороги и на губу. А также закрыли пороги от попадания грязи. Полностью загрунтовали машину получилось очень даже хорошо. И затем покраска цвет сочи. Поклеили шумку и протянули проводку. Установил радиаторы и вентиляторы. Поставил надфарники с диодами. Для более басистого звука установил такой глушитель. В Ниве рулевая колонка не регулируется никак. Купил колонку от Chevrolet Niva. Чтобы все стало на стандартные места изготовил пластины и приварил. Все подогнал и установил руль. Так как я убрал штатные повторители с крыла, зародилась идея сделать их в зеркалах. Купил диодную ленту желтого свечения, разобрал зеркала, разметил расстояние между диодами и просверлил. Затем припаял провод и засиликонил, ждем полного высыхания герметика и собираем, устанавливаем и подсоединяем. Светят ярче, чем в надфарниках. Купил линзованные фары с ангельскими глазками, под лампу H7. Приобрел панель от 124-го Мерседеса. Началась подгонка, пришлось немного резать, чтоб она влезла по окружности лобового стекла. И после всех доработок, измерений, обрезаний, сверлений получаем желаемый результат. Сделал дверные карты и подиумы под музыку и все затянул в эко-кожу. В дальнейшем решил перекрасить еще раз, так как было много недочетов. Цвет выбрал очень красивый, называется хамелеон. В конечном итоге получилась красотка, тем более если сравнивать с тем, что было раньше. В Казахстане действительно любят технику как легковую, так и грузовые автомобили. А парню хочется пожелать успехов и беспроблемной эксплуатации этой прекрасной Нивы. Всем спасибо за внимание и подписывайтесь на канал.